Книга открытым оком. Тема. Богослужение. Четвертый том. Вопрос. 1271. Я осознаю, что без православной веры нет спасения. Но можно ли воспевать имя Господа новыми песнями? Мне очень нравятся песни о Христе, которые поют баптисты. Ваше общение можно будет петь такие песни? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. К нам в общину вы сильно не спешите. А сначала присмотритесь к нам. Может мы какие-нибудь авантюристы. За это время мы присмотримся к вам. И месяца через три мы разрешим вам один раз посетить нас на богослужении. Если вам понравится, то мы разрешим прийти еще два раза. В дальнейшем, если вы пожелаете, то можете ходить постоянно, даже не будучи членом нашей общины. А так, чтобы приду, когда хочу, раз в месяц, это мы не позволяем никому. Вы изберите после этого, куда вам лучше ходить. В Покровский собор, в Никольске или к нам. Но и там не пропускайте ни одной воскресной службы. И в субботу вечером. Это минимум, за который нельзя заходить. Ставя такие условия, мы уже потеряли несколько человек. И при том очень хороших. Они хотели быть вольными казаками. Когда хочу, тогда я приду. Никто мне не указ. А вот на это мы пойти уже не можем. И это развращает людей. Наша община очень широкого профиля. Когда нет нашего батюшки в воскресенье, то мы собираемся и молимся без него. А если праздник случается в среде недели, отец Акин говорит заранее, чтобы его прихожане, духовные дети, обязательно посещали ближайший храм Московской Патриархии, а не сидели дома. Мы принадлежим к русской православной и зарубежной церкви, но в себе не замыкаемся и себя не превозносим. Наши люди по благословению священника могут посещать католиков и сектантов на их богослужениях, но только после того, как прочитают все, что написано о них нашим православным миссионерами и святыми отцами. И после этого с кем-либо из опытных братьев любой может их посетить и пригласить к себе оттуда. В нашей общине сразу же после богослужения в трапезной мы слушаем магнитофонные записи с проповедями протестантского проповедника Ярла Пестия. Наши братья и сестры пользуются песнопениями баптистов очень активно. Тем более, что в нашей общине есть бывшие баптистские хористы. Эти песнопения поются у нас во время свадебных торжеств, при крещении, на костре, на концертах, по случаю великих праздников. Хотя она их за это и осуждает, но никто не притесняет. И в этом вопросе по сегодняшний день и священник, и архиерей нам не враги.